Хе-хе-хе, Масяня! Хе-хе-хе-хе, здорово! Ага! Ну чё ты там копаешься? У меня зажигалки все кончились! Чикаю-чирикаю, чикаю-чирикаю! И уйди отсюда, уйди! Просто уйди же, порука, обезьяна! Да я тут рождую! Сдохнем вот уже, вот-вот! Да хоть крысу, жареную перед мучительной смертью, сожрать! И проблеваться! Последний карьер! Хе-хе-хе-хе-хе! Крыс, кстати, чё-то мало стало! Это чудом изловил, пыталась мой гульчик съесть! Да, да и полнейший, абсолютный, беспросветный пипец! А ведь предупреждал же, да, был мухоморок! Ученички, ватьмашу! Главное правило, всё нельзя! А нельзя больше всего, это лес! Туда вообще нельзя! Хе-хе-хе-хе! Цыц мне! Это лес сказочных долбоёбов! Понял, Хрундель? Первым делом пойдём в лес! Мы же с тобой альтернативщики, правильно? Хе-хе-хе-хе! А скажите, а почему туда нельзя? Да потому же там всякие эти, как они? Как они? Это такой народ? Да! Да! И как они жутко опасны! Блин, хал, сука! Оказалось, тут ещё хуже! Тут наше будущее после Третьей Ядерной Мировой! Хрюндель, э-э... Хрюндель, а у тебя не осталось кресиного хвостика там? Осталось, а? А дай! Пожалуйста, пожалуйста! Вот хренушки-поленушки! Дараза, я такая добрая к тебе! Это я к тебе не добрая! Я к тебе не добрая! Я к тебе очень добрая! Это ты ко мне не добрая! Я к тебе не добрая! А я к тебе не добрая! Опять догнал нас, сука-мертвяк! Уже месяц за нами тащиток! Гранаты ещё остались? Только вот такая вот красота! Это чё? Святая граната! Лохматый пока был жив, изготовил по приколу! Перед взрывом песенку играет! Дай сюда расстояние небольшое, сейчас мы его уложим! Ой, по бизинцу, блин, козлы! Ой, 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 ой! Лохматый, конечно, эстет, но руки у него росли из жопы! Эй, шаверма на ножках, вдавайся! Андрикота! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! Люляк-хебаб! 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 Двести один минус один! Давай вставай, и нужно сваливать шницель! Пока на звук всякие ханулики-полудохлики не собрались! А как же всё ужасно и кошмарно! Мы находимся в самой худшей из всех возможных ситуаций! Да, скоро органы начнут вываливаться! Из меня вчера, кстати, что-то вываливали! Не-не-не-не, не рассказывай мне! Всё невозможно, тупиково, окончательно, чудовищная жопа! Да ты чё? Ты чё? Всё гораздо хуже! Полный, абсолютный, бесповоротный пипец вообще всему и вообще везде! Никакой цивилизации, никаких больше людей, никого, ни животных! Просто большой пиздыщ! Я б сказал СМЕРТЕЛЬНАЯ ХАНА! Нет, слишком слабо! Пипсдыщ! Лучше! Чем-то смертельная хана хуже пипсдыща! Ещё можно... Смотри, летают ещё! Ракета-то! Это хорошо! Тих-тих-тих-тих-тих! Каким боком это может быть хорошо, Хрюнгель? Значит, ещё есть кто-то живой, кого можно убить! У тебя, случайно, не из черепной коробки что-то вывалилось вчера? А помнишь, как мы думали, что живём ужасно? Дескать, не жизнь, а белка в колесе! Зарабатывай, плати, зарабатывай, плати, зарабатывай, плати! Постоянное давление, пока не сдохнешь! Хе-хе, да, прикольно! Правда, выяснилось, что альтернативная опция! Просто сдохни! И весело! О, гляди, принтерная бумага! Держи жопу вытирать! Ничего мягче на свете не осталось! Спасение! Причём болит? Да, конечно, болит! Сраный мертвяк! Будет ещё одна гангрена! Какой же всё-таки полный пипец! Полные кранты! Каюк! Труба! Кирдык! Крышка! Хана! Трынгец! Полный Кобздец! А таз? Сикос! Полный Вася! Что, что, полный Вася? Какой? Может быть, худой Коля? Хе-хе-хе-хе-хе-хе! А чём это мы вообще? Хрюндель мозги начали вытекать. Радиация. Ой, ещё вспомнила! Апоколи, кали, каси, кали, каси Кали пи-пись-пись Хе-хе, ако-апоколи Не начинай, не начинай вот это всё Моё чувство юмора теперь больше напоминает зубную боль Так что не надо Апоколи, пкопси-псись Хе-хе-хе-хе Вообще, даже со стороной промахнулся Бенняга, видать, зрение теряет Давай мы оставим чего-нибудь пожрать Эх, если б я в детстве знала, что когда я вырасту Всё будет так окончательное и без поворотного ожова То е-е-е Да что? Ты жила бы с двойным кайфом! Если б бы да гобы, то во рту росли б кубы! Грибы! Где? Во рту! У тебя? Где жила? Так с тобой трудно стало разговаривать! Да не успеем мы дойти ни до каких югов! Солнца больше нет, поэтому все растительное скоро сдохнет и мы за ней! Все равно, ну не сидеть же на месте! Мы с тобой и так с ума явно сходим потихоньку! Здесь точно полный трындец! Надо мотать на юг! Здесь трындец начался в 22-ом! Тогда уж в 2014-ом! Не, это был уже пост-трындец! А рил пипец начался еще в 2000-ом! Нет, это тоже был нью пост нью вейв треш пипец! А настоящий пипец начался еще в 93-ом! В 91-ом! В 1917-ом! В 1485-ом! В 1363-ом! В 570-ом! Во втором тысячелетии до нашей эры! 300 тысяч лет назад! 4 миллиона 543 тысячи лет назад! А вот религия говорит, что пипец начался только 6 тысяч лет назад! А вот... Пиздят... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хх! Хе-хе-хе-хе-хе-хах researched! Тих-тих-тих-тих-тихо, нельзя смеяться уже! Выварывать все будет! Глянь-ка опять куча трупов! Почему они сдохли? Ну потому что ими командовал мудак! И почему ими командовал мудак? Потому что им было похер. В конце хихикнуть? Нет. Фу, вонище, как в Питере в метро летом. А мощи, может, у неё зажигалка есть? Да не буду я в тухляку вляпываться. Насрать уже на огонь, на голод, на юг, на жизнь, которую уже явно не будет. Давай заканчивать эту сильву. Хватит тянуть кота за яйца. Ты подумай, Хрёндель, как нам повезло увидеть конец цивилизации. Насладиться, так сказать, эпичным фейлом самого чвозьихого вида животных. Который хорошо научился только массово дохнуть. И в конце концов научился идеально. Хе-хе-хе-хе. Очень повезло, так повезло. Хе-хе-хе, везунчики. Хе-хе-хе-хе. Давай-давай, тюхля. Я отказываюсь двигаться. Какой смысл? Буду лежать в луже говна. Я, честно говоря, рассчитывал закончить жизнь в качалке с пледом, с бокалом виски со льдом и большим косяком в наушниках на берегу моря. А оказывается, что я мучительно сдохну от голода и радиации в кислотные лужи говна. Шармон, просто шармон. Я не хочу просто сдохнуть. Я хочу сдохнуть эпично. Хе-хе-хе-хе. Пошли на юг. Тут, где был Питер, лучше даже близко не подходить. Там радиация такая, что у меня яйца из ушей вылезут. Представляю себе. Хе-хе-хе. Нихера смешного. И вообще, во всей этой теме мульта нихрена смешного. Бери левее чуть ветер. Мертвяку нужно прямо в лобешник залепить, чтоб сдох. А всё-таки Хрюндель Меджонни была нейронкой за своим вкусом. И общаться с ней было прикольно. Она выискивала что-то клёвое в твоём промке. И выстраивала над этим ещё свой прикол. И делала всё-таки гранжем. Остальные нейронки вообще попсу какую-то гнали. У нас пожрать осталось чуть-нибудь? Я только нашёл какой-то лук. Будешь какой-то лук? Давай-давай. У Адоби был скорее такой кавай. Такой с инфантильной тупизной. Ну, опять же халяву чё. Слушай, заткнись уже, плиз, а? Я электричества ты уже пару лет не видел. Да, электричество это было круто. Хе-хе-хе. И пиво холодное. А вот это уже подлый Хрюндель. Но на больной-то нельзя давить. Эй! Я не мертвяк! Не стреляйте! О, смотри, дабы был мухомор. Откуда он здесь, а? Ха-ха! Ну, привет, последние жители Земли. Вы чё, нас спасать пришли? Да вас уже не спасёшь. Попрощаться пришёл. Слушайте, может, вы нам скажете, как это всё случилось-то? Красота вот эта вся. Да очень просто. Русский царёк совсем долбанулся от ненависти к всему живому и жахнул яберкой нахрен. Ну и тут же в ответ по нему жахнули. И понеслось. Все, у кого было чем жахать, жахнули. Ну, во-первых, старые обиды, а во-вторых, на всякий случай. А теперь, я думаю, вы последние на Земле остались. Мертвяки не в счёт. Э, ну, Хрюндель, надоело ждать, пошли уже. Слушай, пардон, у меня понос. Чё это вдруг? Да, Масяня, охрененно неожиданно. Хи-хи-хи. У меня вообще всю жизнь понос. Меня от этого мира тошнит. А мы чё, правда последние люди на Земле? Ну, типа да. Ядерная зима уже два года, растений нет, животных почти не осталось. Жатвоёк. А как мы до сих пор выжили? А вы питерские. А питерские самые живучие. Вы родились в болоте без солнца. А вы? Ну, я чё, я Малехов вне времени пространства. Шамбала? Ну, типа того, только поменьше, без пафоса. Гранишка золотушный. Слушайте, а как вас зовут-то на самом деле? Дабл Мухомор Эдшкоев придумал? Ага, засранец. Так как? Меня зовут Брыс-Брысыч. А, как? Брыс-Брысыч? С тремя-ы? С тремя-ы. Ну и как поживают Иван да Данила? Никак. Жлобы победили добрый фольклёр. Давай, Брыс-Брысыч, пой последнюю песню для последних людей. Мы летели на рваных бурсах, На перекося к судьбе. Мы могли бы стоять в Эдеме, Но капитан не совсем в себе. Капитан не совсем в себе, Он рулит при свете иных огней. То, что нас не убивает, Делает нас сильней. Мы хотели не по той стороне, Нам нужно было знать, где свет. Мы пели о том, что нельзя, Мы пели о том, чего нет. Мы пели о том, чего нет. Хрен остановишь этих коней. То, что нас не убивает, Делает нас сильней. Мы знаем те ремни сны, И открыт на мне указ. То, что было написано прежде, Написано не про нас. Написано не про нас. Нет дороги, но и Бог-то с ней. То, что нас не убивает, Делает нас сильней. То, что нас не убивает, Делает нас сильней. Рюнь, расскажи, а ты смерти боишься? Фига себе вопрос. Вообще-то нет. Совсем нет. Почему? Ну, сама подумай, Как можно бояться конца прекрасного пути? Путь прекрасен только с концом. И все-таки ты засранец, Хриндель. Ага. Ой, мам, дорогая, роди меня обратно.